Завершилось открытое первенство района по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Финальные игры состоялись 28 января в Белоглинском спорткомплексе. За победу боролись 12 команд. Четыре из Белой Глины, две из станицы Успенской, по одной представили Новопаловка, Кулешовка, Летник, Красногвардейский район, станицы Ильинская и Новопокровская. ПОДПИШИТСЯ 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 По итогам игр первое место в Кулешовке. Первое место заняла спортивная школа «Чемпион» из Станицы Новопокровской. Второе место – команда Красногвардейского района. Третье – «Заря» из Кулешовки. Команды-призеры награждены кубками. Грамотами и статуэтками отмечены лучшие игроки первенства. Ими стали Артем Ширяев из Красногвардейского района, Алексей Череп из Новопокровского, Сергей Христенко из села Кулешовка, Артем Оберных из Станицы Успенской, Иван Маргунов и Александр Саранча из Белой Глины. Поощрен главный судья соревнований Евгений Кеменов за добросовестное судейство. Параллельно с мини-футболом в спорткомплексе проходило первенство по вольной борьбе, посвященное 75-е годовщине освобождения Белоглинского района от немецко-фашистских захватчиков. Более 60 юных борцов вышли на ковер помериться с силами. Это воспитанники спортивных школ района. Тренеров Игоря Тарасова, Алексея Познякова и Артема Степаняна. Весовая категория спортсменов от 23 килограммов до 65 плюс. Я сегодня выступала, заняла второе место. Борьба мне очень нравится. Я уже третий год занимаюсь. Я хожу на борьбу для самой себя. Мне нравится это увлечение. Я полгода уже хожу. Я ходила на борьбу где-то только неделю. Меня взяли на соревнования, я выиграла третье место. Теперь уже второе. Каждый поединок вызывал бурю эмоций у болельщиков. Участников соревнований пришли поддержать родители. Мой ребенок ходит в Тарасову Игоря Николаевичу. Упрос. Нам очень нравится. Игорь Николаевич хороший тренер. Он очень хорошо их наставляет. Очень хорошо с ними занимается. Детям очень нравится здесь. И вообще мы считаем, что он не только прививает вот эту любовь к спорту, но и он воспитывает в них мужчин. То есть дети становятся более ответственными, более серьезными. Это и в учебе видно. Ну и вообще мы считаем, что спорт – это главное для наших детей, поскольку это и физическое здоровье, и сила, и активность. И это в будущем очень пригодится. Я очень рада, что мой ребенок попал в Россию. Он ходит сюда. Это полезно не только для здоровья. Он получает и морально-эстетическое воспитание. В школе это все сказывается. Нам очень рада. Благодарный тренеру нашему, Игорь Николаевичу. Он очень много дает нашим детям. В результате поединков в каждой весовой категории были определены победители. Призеры награждены грамотами и медалями. Самый тяжелый вес – 65 килограмм. Второе место занимает Матюшенко Сергей. И победитель в этой весовой – Даньшин Сергей. Продолжение следует...